Мы пришли, вот какая радость великая. Господь открыл истину, что Иисус Христос умер за нас и воскрес, чтобы покаяться мог грешник и начать жить новой жизнью для Бога, для людей. А вы рот наполнили погонью такую. Напольди нас. Не годится так. Если бы это было, я по милости Божией, за слово Божие, пять тюрем прошел. Ни один, 75 человек в камере, ни один не заругается, тебя размажут сразу. Только зайдет один человек, ругается, а он не знает. Так, по милости свое прибери. А что? У нас батюшка молится. Иисус прощает не по делам закона, а по благодати. Ну, я в Христа не верю. Так я знаю, что не веришь. Видно, садьба испортила свой образ-то до какой степени-то. Зачем же так? Бог сотворил человека и тело его назвал храмом. Храмом, а не полигоном для разврата. Какого такого разврата? Я приличная, да. Ну, это хорошо, что приличная. А зачем же волосы ты испортила, так накрасила? Так нравится так. Так не имеешь права, нравится. Бог хозяин-то нашему телу. Мы сама себе хозяин. Это заблуждение, притом очень большое. Сама себя ты не сотворила. Ты не знаешь устройства глаза, губ, ноздрей. Так меня это, мама с папой сотворили. И мама с папой ничего не думали, кроме удовольствия. Они даже не знали. Испугались, когда узнали, что месячных нету. Нет, мои родители меня сопланировали. Они хотели... А они не знали, вы будете. Могла быть глухонемой, слепой, кем угодно. Ни один родитель не планирует. А если планирует, то знаете, за перестройку в России сделано 120 миллионов абортов. Вот она планировка. Жить некому уже. Страна разваливается. Ну, аборт – это выбор человека. Я ничего против абортов не имею. А вы знаете, цель жизни человека какая? Цель жизни человека у всех разная. А одна цель? Если разная, то вот такое бровное движение будет. А когда одна цель, то в армии, допустим, идут в одном направлении. Цель. А если цели разные, то у нас ничего не будет, кроме того, что мы как черви в мешке. Ну, у всех же разные какие-то цели. Одна цель – спасти не жизнь, но душу. Одна. Стижание Духа Святого. Как Серафим Саровский сказал. Понятно. Тогда мы... Нет. Вы сами хотите что-то слышать о Боге? О Вечности, о Душе? Нет, я администрая. Мы принесли это сокровище, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Наши грехи. Подождите, подождите, я администрая. У вас что-то плохо слышно было? Прерывалось так? Не понятно. Я администрая. Я могу сказать только, раз плохо слышно. Если потребуется вам узнать что-то, вы по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин, это я. Я вам там скину все материалы. Хорошо. Я еще повторяю. Я не сам придумаю. А вот в этой книге... Сура, пятая сура, пятая сура. И здесь конкретно написано. Я даже выписал все это. Какая сура, какой аят. 68, 46 и 171. Бог, говорит, дал вам инжил, инжил Евангелия. По нему поступайте, чтобы не было злодейства. Я беру из вашей книги. И поэтому дальше вы сами разберетесь. Поэтому нас называют люди Писания. А в то время Писания никакого не было, кроме Библии. И кто вашу книгу написал, священную для вас книгу, он имел в виду не Пушкина, его не было. Он имел в виду только Библию, потому что другой книги не было. А ваш предводитель умер в 632 году. Так что я ссылаюсь на исторические книги. Иисус умер за нас, грехи наши искупил. Об этом пророчество было за 700 лет до Рождества Христова. Он умер за наши грехи, ранами его мы исцелились. Он взял вину на себя. Вот как. У вас, может, какие-то духовные вопросы есть? По этой книге или по этой? Мне разницы нет. Я ту и другую книгу знаю. Повторяю, я ничего не критикую никак. Я в Евангелии говорю и ссылку делаю. У вас там мы отобразились, потому что мы на 600 лет раньше пришли. И вот у нас написано Авраам, у вас Ибрагим. У нас Соломон, а у вас Салейман. Это одно и то же. Произношение другое. У нас Давид, у вас Дуайт. А сколько таких разночтений? 5216. У меня книга написана про Коран. Сравнение. Я не критикую, а сравнение с Библией. Поэтому, наверное, я должен знать. Я могу сказать, сколько часов, если по одному часу. Вот мусульмане здесь встречаются и не знают ни разу. Я говорю, ты знаешь, сколько надо времени? Это большая книга. Библия большая, а ваша книга меньше в 5,16 раза. И ее прочитать, если по одному часу считать, по одному часу надо всего лишь 16 дней. А вы даже этого, говорю, не знаете. 16 дней, ну, выбери время, прочитай. А не просто, я верю один Аллах и все. Надо знать, по какой книге ты живешь. Ты же не выдумщик. Ты же пристал к великим народам. Мусульман-то почти 2 миллиарда. Как же так? Вот у нас, я живу в Барнауле, у нас очень хорошие с ними отношения. Мы когда ездили, у меня 38 томов вышло, написано мной. Я их подарил в библиотеке мира. 650 городов проехали, от Владивостока до Лиссабона. А в Азербайджане, в Баку, мы ночевали в доме Муллы. Там молились, была беседа большая, и потом пошли в мечеть. А потом в храм. Да, очень грамотные люди. Я всем говорю, я у себя таких не встречал. Он, Мулла, говорит на 6 языках, а жена на 4. У нас нет этого, я не встречал никого таких. Это очень высокий уровень образования. А свои простые, это такие мусульмане. Да какие вы мусульмане-то? Меня видит царик, ну видно, что молодежь, мусульмане-то. Матерками на меня. У вас всегда посчитали Аксакалов. Вы обнаглели беспросветно. Настоящие мусульмане, тебе бы, говорит, не похвалили за это. Он сразу так сидит. Моренькие ребятишки. Матерятся. А я мусульман, Аллах один, то другое. Они не знают ничего. Дикое племя растет, как наши, такие же. Но ни одной мусульманки здесь нету. Они же он умеет хранить. Ни одной. Понятно? У них по-настоящему женщин хранят. Я как-то в одном собрании, там мулы были, имамы, я спросил, уважаемые, какой процент девственности сохраняется до брачной ночи? Не поверишь? Они меня даже не поняли. Как какой? Так она обязана сохранить. Обязана. Но у нас в седьмом классе уже на вторую букву алфа это называется. Вот так. Поэтому в каких-то вещах мусульмане для нас пример. Пример. Особенно в вопросе сохранения женского пола, девственности. Как одеты. Вот у нас мы православные, у нас точно так же одеты. Два платка и платья до полу. У нас, вот мы, которые живем, наша группа, мы не только свинину не едим, мы вообще никакого мяса не едим. Мы не просто не пьем водку, ни вино, ни брашки, у нас ничего нет, ни градуса, ни одного. И в этом мусульмане нам друзья. Ну, всего хорошего. С Богом. Храни вас Господь для царствия своего. До свидания. До свидания. Да. Мы возвещаем людям великую радость в этом царстве тьмы. О, в Библии. Мы говорим, самая большая радостная вещь, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И мы можем молиться Ему и получить прощение, и жить по Его заповедям. Да, мы. Что ты предлагаешь? Мы предлагаем всем людям принять Христа, жить для Него. Потому что Он Духом Святым преображает человека благодатью, но не делами закона. И мы видим, сколько людей, которые здесь даже в чатрулетки приходят. Вот, зайдите на наш Ютуб-канал. Он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. То есть ты предлагаешь зайти на наш канал? Да, на наш видеоканал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Отец, а ты не хочешь побриться и помыться? Вот вы когда зайдете на наш канал, вам бы не вопросов этих не надо будет делать-то. А не хотите ли вы бороду не трогать, не искажать образ Божий? Вы подкаблучники такие? Зачем вы бороду бреете? Вот смотри, батья. Ну? Видишь? Вижу, крестик висит. А образ Божий нарушаешь. Видишь? Это говорит о том, что... Это ни о чем не говорит. Это не надо, батья. Ну, знаете как? Вот вы... Я не знаю. Смучение вводить. Вы к армянам не относитесь? Нет. А то у них тоже крещение. Ладошки помочит и оботрет руки. Какое же это крещение? Крещение троекратное полное погружение должно быть. Нет, нет, нет. Почему вы меня кормили в отрасли? Я чисто русский человек. И православный. Православный. А бороду бреете? Вы посмотрите на иконах, пройдите по храму. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки. А вы на кого похожи? Две мамы в одном доме? У меня деньги зарабатываются без бороды. Вот оно. Душу продал сатане. Ничего себе. Не можете служить Богу и мамоне, Христос сказал. Поэтому еще себя обманываешь. То есть, если у меня нет бороды, то я не могу, да? Давайте без... Только чтобы ни одного слова ругательного не было. Тогда продолжим разговор. Я могу вам совет дать продлить вашу жизнь. Куда ехать-то? Никуда не надо ехать. На месте. Начинайте. Вот сейчас идет рождественский пост. Спаститесь. Скажите, если только не трудно. Какой рост у вас? Рост вверх? 178. А вес? 188. 78, 100. 35 килограмм лишнего веса у вас, дорогой. А 35 килограмм весу сердце будет задыхаться. У вас будут бляшки, инсульты нет. Зачем тебе? Такой прекрасный человек. Начни поститься. Я знаю. У меня метр семьдесят два. Метр семьдесят два. И рост 64. Так я на производстве работал, на стройке. И все время выработка 280-300 процентов. Я вот он перед вами стою. Поясок. Мы православные христиане. Строим деревню православную. Где нельзя пить, курить. Ну смотри, бать. Ну, к сожалению, я работаю шеф-толларом. И... Вот один говорит, шеф-повар подошел. Батюшка говорит, да ты ешь. А я, говорит, не ем, не завтракаю. Ну, а как проверяем? Говорит, ты сегодня повешай и, говорит, сюда кастрюлю. И сколько проблем... Узнаешь? Столько и суда. У него ведро почти набралось за день-то. Да, 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 да. Я знаю эту историю. Я знаю эту историю. Нет, на самом деле, да. Потому что все время пробуешь, пробуешь, пробуешь. Как вас звать-то? Звать как? Александр. А Александр что означает? Завоеватель. Завоеватель? Только ли завоеватель? А вот послушаем минутку сейчас, я тебе покажу. Не завоеватель только. Это такой уж Александр оказался один. Александр. Это я гляжу календарь церковный. Еще раз посмотрю, чтобы не ошибиться. Так. Так. Александр. Так. Минутку, минутку. Александр. Защитник людей. Не знаю. Защитник людей. Греческое слово. Так. Защищай самого себя. Я стою еще в форум стою. У нас священник один. А его тут архиерей запретил. А у него рим метр восемьдесят такой. Вот такой вот. И ко мне на квартиру приехал. У меня, видишь, он где? Это палате все спать-то. И он здесь у меня жил. Ну, я не знаю сколько, месяца два. Так он пояс, ремень, на три дырки меньше сделал. Он берет один ломать хлеба, работает на стройке, кирпичи носить, все. Один ломать хлеба и больше ничего. Без завтрака. Все поплыло. У меня детский лагерь был, я его создал, по милости Божией. И я начальник лагеря практически 45 лет, еще три в новом формате. И бывают дети такие пухленькие. У меня отдельная скамейка, дети, кто хочет лишний вес бросить? Ну, его обзывают, боровок там, ну, как-то пышка. А он сядет на это, вот, дают тебе только один сухарь, бери, один сухарь и кружка компота, все. Месяц проходит, он совершенно другой делается. Добровольно, кто хочет, никто не заставляет. У вас сердце будет больное. Александр, брось это, нехорошо. Ты себя не ценишь. Чего ж ты так? Так, если я вам нужен буду, вы зарядите Игнатий Лапкин в скайпе. Что за глупости? В скайпе. И вы меня найдете. Давай, давай. Нет, даже не думайте так. Все, хорош, это какая-то залезла тут, Алиса. Все, благодарю. С Богом, Александр. А вы что думали, я с вами шутка? А вы что думали, я с вами шутка?